так хорошо начинаем если вы смотрели предыдущие лекции уже была лекция про то как делать сервер на node.js и была лекция про то как делать клиент предыдущая то есть как делать или xml-shtp-request или fetch ну а со стороны сервера как делать маршрутизацию запросов там сериализацию и прочие вещи также была лекция с материалами как делать автозагрузку кода если она меняется на винте то есть код меняется на винте на серверной стороне у нас какие-то обработчики меняются мы хотим динамически подгружать это вы все можете найти в youtube чеки там значит все эти лекции есть а сегодня мы попробуем из них склеить что-то общее то есть написать и клиенты сервер сделать на сервере api пробросить его на клиент и чтобы его удобно было использовать с клиентской части я сегодня пример постараюсь так написать чтобы он был абстрагирован от транспорта то есть он скажем так сам прикладной код он не будет знать ничего про http и его можно будет переносить с одного транспорта на другой и в принципе можно будет того на tcp перенести или на веб сокеты или еще на чем-нибудь там другое и если у нас останется время может я его на что-нибудь другое перенесу как раз такс ну что давайте будем смотреть уже код так значит все примеры сегодняшнего кода будут в нашей организации how programming works в репозитории api папка javascript этот код там уже лежит значит нам никаких зависимостей в этом коде не понадобится мы сразу разделим себе проект на api который у нас будет в папочке api лежать и статические файлы которые у нас будут в папочке static лежать и один файл сервер который все это дело будет подгружать обрабатывать и отдавать давайте посмотрим как у нас будет лежать ну как статика лежит это понятно это просто файлы которые будут отдаваться как лежит у нас методы api вот как бы мне хотелось как бы было удобно чтобы они лежали ну вот допустим метод move я тут сделал небольшой примерчик который умеет нам создавать ректанглы полигоны их поворачивать передвигать и значит там всякие штуки с ними делать а и умеет еще рендерить их в svg как вы знаете svg это просто xml формат текстовый поэтому его очень просто генерировать поэтому проблем с этим тоже не возникнет никаких дополнительных библиотек нам для этого не нужно мы стараемся сейчас все так написать чтобы написать без зависимости ну вот как выглядит обычный метод api я его экспортирую через модуль export из файла move.js значит он будет у нас доступен из клиентской частью или через url он будет доступен через slash api slash move и вот чтобы эта функция была доступна с клиентской части я ее объявляю как асинхронную ну потому что что-то в этой функции может быть что работает с вводом-выводом ну в этом примере нету но если у нас будет там допустим работа с базами данных или там с диском или с другим api или еще с чем-нибудь там с таймерами из межпроцессовым взаимодействием с там допустим скрипта графическими функциями там много где функции должны быть асинхронными поэтому мы сразу будем полагаться на то что у нас все функции которые экспортируются из api они все асинхронные значит вот эта функция move которая принимает имя фигуры на вход принимает x y и перемещает эту фигуру все ее точки перемещает соответственно x и y на вот эти дельту фигуры у меня все будут просто в оперативной памяти лежать мы чуть позже там у нас будет следующая по моему лекция по ноде мы научимся работать с базами данных и поэтому мы тогда уже переместим все что мы с чем работаем переместим это в базу и будем работать да уже с базы но пока что мы будем хранить в коллекшене в джаваскриптовом мэпе фигуру и идентифицировать их по имени то есть вот я это назвал просто как memory и оттуда я эту фигуру получаю по имени мы в других функциях api будем их создавать или там значит другие с ними делать операции вот я ищу фигуру если не нахожу то я делаю из асинхронной функции просто return shape is not found дальше внутри фигуры есть точки я хочу пройтись по этим точкам фору и нам беру ключи там точки abcd там они так называются у меня буквами беру каждую точку и каждую точку поворачиваю точнее передвигаю передаю эту точку функцию move и на x y передвигаю очень просто все и говорю что . то есть фигура передвинута я не отдаю эту фигуру на клиентскую часть так вот я сделал что она остается там в памяти она была в памяти остается в памяти то есть мы сделаем такое api которая умеет вот создавать из четырех точек ректангл создается вот функция которая создает его создаем мы его по двум точкам верхняя левая и нижняя правая просто все у него стороны будут параллельны осям вот мы его так вот создали и положили в этот memory memory.set и сказали что все создали дальше мы хотим ну допустим прочитать эту фигуру вот тут когда мы и считываем то она отправляется на клиентскую сторону вот мы ратурном этот шейп возвращаем из memory если не находим такую именованную то так что еще мы сделаем с ней move сделали сделаем rotate ну тут достаточно простое преобразование вы знаете ну каждую точку мы прям будем преобразовать отдельно то есть мы сюда передаем точку а сюда угол на который ее нужно повернуть относительно естественно центра координат можно допустим вычислять там центр у самой фигуры и соответственно нужно будет x и y корректировать и вы тогда точку повернем относительно центра самой фигуры это если хотите сделаете точно так же мы точку берем потом проходимся по сути не точку фигуру берем проходимся по точкам и каждую точку поворачиваем и точно так же кладем точнее мы не кладем а это она просто у нас по ссылке доступно и мы ее оставляем в памяти то есть это просто метод который умеет клиента прислать такой запрос на какой угол именованную фигуру повернуть и там она и будет лежать так теперь рендер это уже поинтереснее потому что мы хотим с клиента ее получить значит я точно так же ее нахожу теперь я заготавливаю себе массив из точек которые собственно вынимаю из фигуры вот тут и складываю все эти точки рей вот так пушем чтобы свг отрендерить мне тоже удобнее всего его рендерить через массив я просто потом этот весь массив склею значит я добавляю вот такой заголовочек что это свг с определенным namespace с вью боксом вот хочу чтобы вот значит координат минус 20 минус 20 до там 40 40 чтобы все было видно а значит 40 40 в данном случае это ширина и высота да тут первые это координаты а второе это высота и потом значит добавляю что там будет один полигон от этого полигона вот это закрывающая скобочка от него это закрывающая скобочка от свг потом я прохожу по всем точкам беру каждую точку и рендерю ее через запятую point x и point y кстати наверное можно будет даже сделать вот так гораздо более красиво это дело x и y меньше слов будет потом эти точки я вот видите их склеиваю через запятую вот такой формат свг нужно внутри полигона разделять сами точки пробелом а x от y запятой ну вот каждая точка значит у меня преобразуется в массив строчек которые x и y разделены через запятую потом я их склею через пробел и все это доклеится вот после вот этого points и таким образом у нас эта картинка будет уже в виде xml текста и может быть отрендерена в браузере ну и дальше я просто вот весь этот массив строчек я его склеиваю и отправляю в браузер заметьте что во всех этих функциях я ничего не знаю про сеть вообще ну то есть все эти функции они могут исполняться и на клиенте могут исполняться и на сервере могут исполняться допустим ну независимо от протокола то есть мы тут не знаем ничего про http тут не было если вы посмотрели весь этот api написан таким образом вот и повороты и создание точек это чистая бизнес логика то есть тут только move точки тут только все что касается там каких-то геометрических фигур точек и наверное ошибок иногда да тут я правда для простоты не делаю инстансы ошибок не делаю сроу а просто возвращаю строчку ну по красивому конечно нужно было бы делать тут сроу из асинхронных функций если я делаю сроу вы понимаете что тогда она пойдет в ну асинхронная функция возвращает же promise она пойдет в reject то есть если я делаю сроу то это ошибка ловится и отправляется в promise reject так ну api вы видите она все достаточно маленькая у нас тут сколько 5 функций это 1 и 7 килобайта я просто хочу сделать новую функцию я просто создаю новый файлик и кладу в него эту функцию и все это дело чтобы она у нас было доступно с клиентской части давайте попробуем сначала посмотреть как мы можем написать клиент а потом мы сделаем такой сервер который все эти функции будут скачивать в память и отдавать на запросы этого клиента значит для того чтобы нам было удобно мы будем на клиенте строить объект api и класть туда все эти функции чтобы мы могли доступаться к этим функциям с клиента как будто бы они у нас находятся в локальном адресном пространстве самого клиента это удобно тут мы перечисляем все функции которые мы будем вызывать я их передаю вот функцию build api на самом деле их можно тут и не перечислять можно допустим сделать специальный endpoint на сервере который будет отдавать список всех этих функций и мы уже тогда на клиенте построим построим api таким образом чтобы все эти функции пробрасывались в локальные функции на клиенте и теперь каким образом мы с функциями на сервере как с этим api можно работать очень удобно вот я тут сделал небольшой сценарий это синхронная функция и мы вы там вызываем методы сначала я создаю рект минус 10 10 10 минус 10 да это получится со стороной 20 квадратик дальше этот квадратик подвину на 5 вправо на 5 вверх дальше я его поверну и дальше я хочу этот квадратик прочитать в данные и вывести я его почему-то не вывожу консоль диром я выведу квадратик значит вы понимаете что вы и ты у нас и занимаются ожиданием пока не вернется асинхронный ответ и еще они умеют распаковывать promise и то есть все асинхронные функции возвращают значение упакованное в promise и вот это дейта это уже будет чистый джейсон который пришел и уже даже десерилизовался и у нас просто вот объект который возвращен из серверного джаваскрипта ну то есть у нас функция read вы видели делает ретурн просто на сервере а на клиенте мы получаем этот объект он просто прошел преобразование он на сервере сериализовался прислался на клиент тут десерилизовался произошло ожидание пока он вот полностью там придет потому что объект может быть большой там и может быть несколько мегабайт объект поэтому он может приходить за несколько как это ну там может случиться readable стрим нужно будет накопить все части этого объекта склеить потом значит его десерилизовать ну вот этот вот эвейт он ожидает пока не завершится вот функция api read а функция api read она абсолютно такая же как у нас серверная функция но на клиенте она у нас построена динамически и она как бы это представитель серверной функции представитель серверного api на клиенте когда мы к ней обращаемся этот запрос просто пробрасывается через сеть ну и дальше мы делаем эвейт шоу для того чтобы этот svg шник он строчки там просто чтобы этот svg шник отобразить а на самом деле мы тут делаем просто рид и выводим на экран саму фигуру а кроме этого мы еще делаем эвейт шоу а внутри эвейт шоу мы вызываем эвейт api renderer то есть мы просим сервер а теперь вот отрендери нам фигуру которая называется rect1 отрендери нам ее в svg и дальше мы берем у нас заготовлен специальный тег output в другом файлике в html вот в этом вот сюда в этот output мы будем svg шник класть и просто вот так вот inner html кладем туда svg и он рисуется мы сейчас это посмотрим как оно работает а потом посмотрим как же это вся машина внутри сделано так ну вот эту функцию build api пока что пропускаем чтобы посмотреть как это будет работать давайте а нужно сначала запустить этот сервачок так а мы его запустили и он нам еще показывает что он прочитал с диска 1 2 3 4 5 функций прочитал это все синхронные функции вот у него есть collection api из которого можно функции вызывать теперь мы делаем f5 и мы зашли на 127 001 8000 порт и что тут происходит в общем исполнился вот этот скриптец который дайте я еще раз его открою с этой стороны вот этот сценария то есть тут rect move rotate read произошел вот эти url я просто в консоль вывожу для отладки и read у нас вернул объект вот этот объект тоже залогировался тут правда я еще не логирую было бы наверное интересно логировать сюда аргументы которые передаются все эти функции что непонятно так что она там делает ну вот что у нас получилось после всех этих преобразований после передвижения и перемещения и поворота вот такие вот четыре точки там x и y такие вот они float point значения ну теперь давайте попробуем вызвать какие-нибудь из этих методов которые у нас на сервере есть с клиентской части вот так вот api . move допустим да теперь мы хотим передвинуть ну вот точку допустим которая называется rect 1 по x на допустим 5 я ее передвинул она на сервере передвинулась и и теперь я вызываю функцию шоу видите она мне отрендерилась в другом месте теперь я делаю ротейт тоже рект 1 и ротейтим на 1 и 5 так и делаю шоу видите он там вокруг центра координат крутится так можно сделать там на 0 5 чуть на поменьше сделать ротейт это не в градусах это радианах шоу видите чуть-чуть она повернулась опять делаем ротейт опять шоу еще чуть-чуть повернулась ну то есть в памяти сервера сейчас есть фигура которая вот так называется можно сделать фигуру которая будет называться по-другому api . rect мы сейчас сделаем фигуру которая будет называться rect 2 запятая допустим поменьше какую-нибудь сделаем там 0 0 5 5 вот так дальше но мы ее шоу не можем сделать потому что шоу именно rect 1 показывает но мы ее зато можем вызывать и посмотрим как она выглядит в виде виде там значит джейсона значит мы сделаем допустим move и этот rect 2 переместим допустим на 2 и 5 и на 1 и 7 вот так вот на все точки там переместятся так теперь идем в network и смотрим все наши вызовы вот этих react move и так далее вот создание ректа смотрим какие были заголовки давайте сейчас я тут подвину это немножечко не подвигается так что прислалась вот это у нас в джейсон упаковалась на клиенте аргументы которые я функцию передавал а где результаты а результат у нас простой пришел response ок вот я сделал move shape move она просто присылает строчку в кавычках потому что это совместимо с джейсоном она тоже может нормально распарсится ну вот все эти аргументы приходят что move такой-то фигуры вот на 2 и 5 и 1 и 7 и самое интересное что мы на клиенте еще можем написать какой-то скриптец который что-то с этой фигурой такое сделает давайте сейчас ее вернем в в первоначальное состояние и напишем какой-то for let i равно 0 и тут будем set timeout делать и отсюда будем вызывать сделаем тут функцию будем отсюда вызывать и пи ай точка ротейт ротейт допустим фигура рект 1 и ротейт мы будем делать на 1 там немножечко допустим вот так вот так и потом шоу так сейчас сейчас а нужно сделать функцию синхронный асинк теперь тут вейт ротейт и вейт шоу шоу можно и не вейтать это потому что у нас тут уже выход из функции мы просто навесим интервал а интервал навесим и умножить на 100 допустим да то есть теперь она у нас сто раз будет поворачивать после каждого поворота будет нам показывать что случилось с этим проектом какая-то ошибка так давайте я попробую поискать где я сделал ошибку так set timeout сюда должна приходить функция а вот тут скобочка должна открываться тут закрывается да все нормально о смотрите эта штука крутится на таймере причем крутится она на сервере в памяти сервера а на клиент она рендерит уже свг теперь смотрим тут в нетворк смотрим все эти ротейты и рендеры случились смотрим render response вот тут свг лежит отрендеренная наша ну хочу теперь допустим еще одну функцию написать потому что ну вроде бы как неплохо работает но хотелось бы расширять это api давайте сделаем функцию resize ну мы ее из-за ленивости своей будем из ротейта переименовывать resize.js а тут будем только править такс будем resize на коэффициент и тоже берем фигуру дальше каждую точку и будем resize тоже из-за ленивости относительно начала координат просто умножать на коэффициент каждую точку так вот это дело мы теперь убираем тут делаем resize point на определенный коэффициент дальше дальше мы хотим x и y забрать из point и x и y будем умножать на коэффициент а мы это можем сделать даже и попроще такс даже летом лет теперь x умножить равно коэффициент и точно так же y умножить равно коэффициент а дальше мы присваиваем x и y в точку и все нормально так нас вполне устраивает дальше мы проходимся в цикле по точкам этого шейпа ну все в принципе я написал теперь о resize да действительно тут rotate resize тут poet, angel а тут надо k конечно да переименовывать исходники это не всегда самое быстрое так дайте еще я посмотрю вроде бы все так вот так вот хочешь сэкономить теперь у нас rotate и resize есть но теперь нам нужно пробросить еще чтобы мы могли этот resize использовать и отсюда resize сюда написал есть теперь надо сервак есть но он на самом деле сервак у нас перегружается поэтому ну то есть из-за того что я меняю исходники на винте а не он не перегружается в данном случае это он будет перегружаться только для тех функций которые вначале были загружены ну мы его перезапустим допустим да вот там появилась новая функция rotate теперь давайте будем это дело вызывать отсюда из консоли и опять напишем а тут ctrl f5 все вернем и rotate сделали и еще сделаем тут еще один вызов сервера давайте отсюда resize вызывать rect 1 насколько мы его будем уменьшать давайте чуть-чуть уменьшать так как это коэффициент он будет чуть-чуть меньше становиться на 10 процентов меньше каждый раз да оп и он уходит вдаль наш квадратик все нормально до сих пор рендерится такс ну ну да 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 такс давайте теперь посмотрим как все это написано и попробуем чуть позже еще пересадить все это на веб сокеты потому что мы уже научились писать API так чтобы оно было во первых не привязано к фреймворку во вторых не привязано к протоколу но пока что еще что-то магическое правда как эти функции туда-сюда вот это ходят посмотрим как у нас мы все файлы уже посмотрели кроме файла сервер он тоже небольшой значит тут мы берем библиотечку http и библиотечки для работы с путями pass и fs это встроенные библиотечки ноды создаем наш вот этот collection memory в котором мы шейпы храним мы их потом будем в базе хранить поэтому это временное явление мы потом перенесем все это дело создаем collection API где будем хранить собственно сами асинхронные функции которые мы считываем с веника весь этот код я более подробно рассказываю на предыдущих лекциях там где вот мы делаем помните если кэширование файлов мы их подгружаем если они меняются на венике мы их вот меняем через там require resolve и удаляем из кэша и там потом опять делаем require заново этим же файлом там если при их загрузке случаются ошибки там мы их удаляем из кэша и всякое такое ну вот функция cache файл она просто определенный файл по определенному имени загружает из папочки которая называется API ну вот она этот путь вот тут делает тут все понятно и называет этот файл точнее она вырабатывает ключик по имени файла вот этот key отрезает расширение и все это складывает API в collection API set вот по этому ключу я асинхронную функцию только что ее через require загрузил и кладу ее в collection дальше мне нужно бы пройтись по всему каталогу и все эти функции загрузить значит я тут делаю fs readdir ну тут я это делаю через callback и потому что я просто скопировал этот код из старой лекции там где я это все без промисов делаю тут я вроде бы все на промисах делаю ну можно делать допустим fs promises readdir и потом эвейтать его ну я уже не буду сейчас переписывать оно нормально работает и так значит вот эта функция умеет кэшировать целый каталог она сначала считывает список файлов потом проходится по всему этому массиву из имен файлов и вызывает функцию кэш файл а та подгружает все в память и кладет в collection тут понятно дальше да дальше функция watch она наблюдает за файловой системой если файлы меняются то она их подгружает значит мы то же самое посмотрите лекцию про наблюдение за файловой системой там это будет более подробно в деталях там большое API широкое у ноды есть которая позволяет там наблюдать за разными ивентами за изменениями там удалениями созданиями файлов и все такое вот мы тут очень простенько наблюдаем и вызываем кэш файл то есть если файл поменялся мы его перекешировали но если создался то не будем перекешировать оно не так вот не умеет еще такс и теперь я вызываю кэш фолдер чтобы всю закешировать watch на эту папочку чтобы за ней наблюдать ну и когда это точно все загрузится это конечно такой грязный хак сделать таймаут в этом месте ну я просто вывожу API чтобы посмотреть что же у меня загрузилось в этот API это тут не должно быть это понятно точно теперь использую библиотечку http делаю create server хоть create server отсюда и не ожидает асинхронной функции но мы ее пишем асинхронной для того чтобы в ней делать await await невозможно делать если функция не асинхронная ну create server по барабану это он все равно promise и не умеет значит дальше я parse url выделяю из него допустим если этот фолдер API то нужно это самое получить из collection API нужный метод асинхронную функцию вот сюда я ее подгружаю в переменную теперь заготавливаю body потому что то что у меня пришел перешел запрос в create server точнее вот эту вот функцию которая передана аргументом в create server это еще не значит что скачалось скачалось все тело этого запроса его нужно скачать через request он дейта и он чанками приходит я его постепенно запихиваю в body и потом когда закончится уже значит этот файл стрим то я все это дело склею через body join и вот это это будет такая строка где уже весь этот запрос клиентской части пришел дальше нужно распарсить эти аргументы и теперь ну в API мы его допустим можем иногда писать с ошибками поэтому дальше нужно использовать try потому что там в этой синхронной функции может быть или какая-то значит ну синтакс RR сюда не дойдет а вот какой-нибудь допустим что-то там ноты function или там это вполне может быть что какой-то переменной нет там или значит поля нет и вот это дело все остальные ошибки кроме синтаксических потому что синтаксические они у нас при загрузке методов выявляются там где require а все остальные логические ошибки кода будут вываливаться вот тут на этом ивейте и будут try отдаваться вот в этот catch блок на сервере мы их залогируем в консоль и отдадим клиенту что извините ошибка 500 сервер неправильно работает API плохо написано дальше у нас ну может еще логическая ошибка такая быть что вот этот метод асинхронная функция на сервере ничего не отдает ну вот то есть она promis заразолвила то есть вышла из асинхронной функции но в promis и пустота или что-нибудь что приводится к false да мы тоже говорим что это неправильно потому что у нас контракт такой что функция должна хотя бы что-нибудь вернуть хотя бы какой-то статус и вот мы если она ничего не возвращает тоже говорим что сервер error конечно вот этот кусочек кода очень похож на этот кусочек кода тут можно было бы их объединить сделать какую-то функцию отдать ошибку но мы тут еще пока что не оптимизировал я это сегодня утром написал такс дальше мы хотим отдавать статику ну то есть статика отдается таким образом что мы приклеиваем к вути статик берем promise read файл вот так вот await его распаковывает и мы сразу это значение строка мы его отдаем в в response.end то есть в http протокол все это дело отправляется если же случается ошибка вот в этом промисе read файл или же ошибка отправки то мы говорим что извините у нас статус 404 файла нету можно было бы конечно как то более красиво обрабатывать ошибки но мы их просто быстренько так обрабатываем я не говорю что это прямо вот так идеально ну смотрите у нас этот сервер всего занимает 84 строчки и вот он делает всю эту магию с серверной стороны то есть он загружает асинхронные функции из каталога в оперативку и умеет их исполнять когда приходят урлы дальше а как каким образом у нас вот это получалось что я тут видите как пишу API точка оно мне еще возвращает какие же функции на сервере вот откуда она знает что там есть функция resize когда я его еще скобочку пишу оно мне еще и подсказывает какие там могут быть аргументы подсказывает оно просто потому что я их уже писал сюда да пока вот это дело пробовал то оно сюда подсказывает конечно а так оно просто говорит что resize это некоторая функция вот оно сюда пишет видите буковка F что это функция если я ее вот так вот скобочки возьму то оно мне выведет нагенеренную функцию асинхронную которая возвращает promise сейчас мы ее посмотрим как эта функция resize тут появляется как и все остальные вообще функции мы можем тут еще вывести такую штуку как API точка keys наверное да а не object keys да object keys API ну вот все эти функции которые у нас мы пробросили они видны на клиентской части мы их очень через API удобно можем загружать оно видите еще и помнит разные всякие вызовы которые я делал тут с ротейтами со всем этим делом так пойдем посмотрим откуда же это как вот это вот массив строк преобразовывается в такой API с которым мы можем работать как будто бы он на клиентской стороне а он на самом деле на серверной стороне значит как работает build API понятно делаем объект в который будем складывать эти функции проходимся теперь по массиву for off все понятно на каждой итерации мы в API складываем по ключу который называется метод то есть это каждый следующий элемент из массива складываем туда асинхронную функцию точнее это синхронная функция но она возвращает promise поэтому эта функция будет потом работать очень похоже на асинхронную ее можно будет делать await почему тут нам не подходит функция async потому что тут нам нечего await это тут нужно вызывать fetch вот этот вот и тут несколько операций до fetch ну короче нам иногда нужно будет resolve иногда reject то что вот у нас будет происходить значит мы возвращаем из этой функции new promise сейчас да дальше мы склеиваем путь мы имя метода который вот мы присваиваем значит добавляем сюда slash api чтобы url организовать потом логируем этот url то что вы уже видели давайте тут еще залогируем аргументы потому что у нас же эта функция при помощи rest оператора она захватила все аргументы и мы их тоже можем вот сюда вывести вот так вот да теперь сюда будет выводиться url и с какими аргументами он вызвался очень удобно так и дальше мы делаем fetch на этот url методом post в headers говорим что мы сейчас будем вообще отправлять тебе кусок джейсона и в body записываем сериализованные аргументы то есть это массивчик ну и когда этот fetch случится он вернет свой результат в res мы оттуда прочитаем статус если этот статус не 200 значит это страшная ошибка и мы должны reject этот promise он наругается в браузере а если все удалось то мы res.json делаем и оттуда из этого respons выковыривается json опять десериализируется в объект и мы этот объект возвращаем в promise и поэтому когда мы каждый следующий раз пишем await api . там render допустим вот вся эта строка она на самом деле тут приходит как строка в кавычках это кусок json а мы ее десериализуем в строку и дальше мы просто эту строчку в inner html там вставляем и дальше она уже воспринимается как кусок svg ну мы как бы svg пересылаем как строчку из-за кавычек она думает что это json так вот так вот рассолвим в принципе я весь код сейчас уже и показал извините вопросы после лекции значит да что мы посмотрели смотрим значит на сервере мы видели код который умеет собрать все в оперативку и так вот этот кэш файл умеет поднять в оперативку а дальше вот этот кусок кода снизу этого сервера он умеет отдавать по url запускать определенные функции из оперативки а вот в самом конце отдавать статику теперь значит клиентская часть это кусок кода который строит заглушки функций которые они все одинаковые все эти функции порождаются от одной просто она как это сказать через замыкание она замкнута на определенный метод и таким образом получается что мы из одной функции генерируем много все они умеют передавать туда аргументы и url вызывать какой-то и теперь клиентский код может писаться таким образом что ну то есть он абсолютно отделен вообще от http протокола от каких-то фреймворков от роутинга от всего чего угодно то есть вот этот вот сценарий он выглядит просто как там код бизнес логики нормальный то есть тут только объекты предметной области там rect move rotate только вот api как будто бы они у меня все лежат в адресном пространстве приложения то есть все я надеюсь магия рассосалась и тут уже все стало на свои места то есть откуда берется на клиентской части и откуда берется на серверной части все это дело так функцию мы в api дописали квадратик мы дергали и так давайте попробуем все это дело пересадить на другой протокол ну мы это вообще без фреймворка написали без всякого вы видите и вообще кода не так много тут килобайт кода тут почти 2 килобайта ну все вот это вот весь вся серверная часть ну а api это прикладной код еще 2 килобайта прикладного кода все крайне маленькое мы даже не все функции по моему тут вызывали так давайте все это дело пересадим вот в эту папочку с веб сокетами и я тоже от лени своей заберу код который я вам писал с веб сокетами на другой лекции которая была которая была этому самому по электронным таблицам мы делали аналог электронных таблиц такс давайте тут поменяем у нас тут у нас будет все таки зависимость потому что веб сокеты в ноде встроенных нету это в браузере у нас есть веб сокет встроенный там мы никаких в браузер зависимости не будем тянуть и тут напишем так наверное нам тоже не обязательно все так name ну напишем vs api там не знаю вот так нужно теперь установить npm install эти веб сокеты кстати блин надо было посмотреть может быть они какие-то уже новые вышли скорее всего даже вышли npm outdated надо npm outdated не вы знаете я их наверное обновлял не так давно так так вот они в ноды модуль сюда поставились веб сокеты не очень много тянут всяких зависимостей именно вот эта библиотека которую я тут использую она называется да просто веб сокет версии 1.28 нормально так так теперь он создал нам еще package log чтобы зафиксировать конкретные версии всех библиотек дальше давайте с этой стороны откроем наш пример с api http пишем заберем отсюда статику и этот самый и наш прикладной код мы их просто скопировали вот мы должны так все написать чтобы у нас прикладной код не менялся и желательно вы знаете чтобы клиентский код вот этот не должен меняться то есть это код прикладной области да а вот этот вот будет меняться этот код мы билдапе мы пересадим на другой протокол а вот этот вот должен остаться вообще как неизменным так ну просто другой транспорт подсунули да и все так это точно не поменяется это html мы его не умеем писать так этот html отсюда нам нужно немножечко забрать для того чтобы работать с веб сокетами сейчас мы это дело все перепишем так давайте подумаем что из этого нам будет надо это все не надо а нам нужно он месседж и еще нужно а вот этот вот socket send нужен будет да давайте тогда вот вместе с этим вот киапом заберем он нам пригодится так и теперь все до свидания это может емельнику будем сначала переписывать с клиентской части начинать сюда все это дело вставим веб сокеты тоже у меня там восьмитысячный порт да восьмитысячный так так и тут ты был нам не надо letters не надо а вот ивенты мы будем ловить с серв... не кстати не ивенты все-таки нужны да ивенты нам всегда нужны теперь теперь а тут нам этот кредит элемент тоже не нужен все это не нужно и нам вот этот socket send нужен оставшийся так все ну это просто как примеры вызова а а так вот этот кусочек нам тоже не нужен и вот этот не нужен отсюда мы оставим просто распарсаем сообщение которое пришло с дейты так дейта вот так и при send мы будем да вот так вот короче все сейчас мы это дело заменим на наш заменим на фейч так теперь сюда будем отправлять все что захотим метод нам тут не нужен вместо url нам тоже кстати не нужен мы теперь можем всегда ходить просто на слэш API вот так вот url один и тот же будет консоль лог прибьем теперь методом будем называть или давайте так 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 метод нормальный так и назовем метод дальше аргументы аркс а да тут вообще вот так вот можно написать все будет еще проще так аркс тоже передаем в виде массивчика на клиентскую на серверную сторону а теперь оттуда нужно как-то получать результаты результаты так ну теперь вот это нам все не надо зато теперь мы он месседж перенесем вот сюда так 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 теперь вот этого нам тоже не надо статус нам и статус не нужен только рассол остается и то рассол вот с этой дейтой так оно все сокращается так где это начинается заканчивается эта функция тут это не нужно в принципе все теперь этот он месседж можно тут перебить тут создается веб сокет дальше тут мы отправляем с клиента на сервер тут получаем с сервера на клиент что там ну тут только будет та проблема что мы при каждом вызове функции опять садимся на он месседж у веб сокета это можно потом перекрыться потому что мы п aquiloю чуть позже нам понять что все работает так шоу у нас шоу будет меняться или не будет и шоу у нас не меняется сценарий не меняется диатура не меняется все короче клиент по написали клиент small пересадили на другой транспорт теперь будем пересаживать на другой транспорт сервак мы его тоже уже начали пересаживать подождите-ка а мы его не совсем начали пересаживать мы это покажу еще сервак от другого проекта мы заберем наш сервак вот этот так я его вставлю до этого и это все не надо а теперь буду загружать тут еще библиотечку с веб-сокетами это класс веб-сокет серверный библиотечка содержит и клиентский и серверный веб-сокет так этот индекс нам не нужен это с другого проекта теперь нам нужно да create server теперь мы его не просто так создаем а должны его присваивать переменную сервер конст сервер вот так и теперь нужно его апгрейдить до сервер listen мы уже тоже делаем listen и тут апгрейдим его до веб-сокетов нормально http сервер auto accept connection false все хорошо clients нам не нужен тут vs on request вот теперь у нас все эти запросы будут проходить вот сюда on request мы их акцептаем дальше мы не будем хранить clients ну то что он connected будем выводить какой подключился ладно будем выводить дальше в connection и будем ждать сообщение от него запроса какого-то в каждом запросе будет type и в зависимости от этого типа мы будем из месседжа считывать разную аргумент потому что там бывает vtf 8 бывает в другой кодировки и вот это вот мы оставляем я это рассказываю почему мы именно вот так пишем на лекции про веб-сокеты вы посмотрите так дальше мы ну залогируем что мы получили сервера какие данные дальше тут они рассылались а нам это не нужно теперь нам нужно отправлять ответ connection.send есть и connection on close но на вообще не нужен никакой connection on close в данном случае мы от него можем избавиться так теперь вот сюда нужно вставить всю вот эту логику которая у нас на http висела кроме отдачи статики давайте это сделаем вот эту часть мы заберем вот так теперь если фолдер не равно 5 вообще какая разница теперь сюда просто не будут приходить эти запросы веб-сокетные запросы теперь будет другой хендлер приходить поэтому тут их можно все абсолютно одинаково обрабатывать вот сюда будет только статика серваться из папочки статик так ну тут можно было бы конечно написать покрасивее с оптимизировать я это чуть позже сделаю сейчас пока сделаем чтобы она запускалась так вставим то что мы скопировали с того хендлера и теперь откуда мы будем метод получать а мы его будем парсать из вот этого объекта ну нам приходит объект он пока что в виде строки из веб-сокета а мы его распарсаем джейсон парс сделаем конст рек кол моего никол плохо называть ладно общ потом переименуем сейчас не вспомню как сейчас я сейчас я сейчас так джейсон парс дэйта нормально дальше метод метод мы возьмем деструктивно из обжи конст метод из обжи взяли деструктивно какой метод что там еще было arcs там еще были аргументы давайте arcs возьмем еще оттуда теперь мы метод берем из нашего коллекшена а немножко не так тут это будет не метод а name или метод name так и вообще файл назывался так вот метод name body нам теперь не нужно потому что оно все пришло чанки не нужны все вот это вот счастье не нужно arcs уже распарсан видите еще и меньше будет кода сейчас как мы это пересадим на веб-сокеты и будет вообще счастье так асинхронную функцию из коллекшена взяли дальше мы ее вызываем передаем туда аргументы которые уже распарсали мы их сюда они были в массиве мы их спред оператором распаковываем теперь вместо вот этой вот http гадости будем возвращать все через connection send connection send result вот вот не знаю нам нужно их сериализовать или не нужно сериализовать давайте посмотрим в том проекте как мы это делали дэйта тут бралась это не тут live table так сервер дэйта вот это откуда она бралась это строка да это строка значит нам сюда нужно result json stringify делать json stringify result есть если result есть то а это не сюда кстати слушайте это вот сюда а если result нету string 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 gify сюда мы ошибку какую нибудь вернем что там мы вообще сюда можем сразу присылать строчку но резалт вот так вот а сюда будем стронги фицированный результат избавляемся от раз энда так connection мы закрывать не будем это ж веб сокеты теперь вот это вот мы тоже убираем и сюда если вдруг нету этой вообще функция завершается с ошибкой все пересадили на веб сокеты серверную сторону все написано и работает сейчас я запущу еще не запускал так сколько теперь это весить начало давайте посмотрим так API сколько весило сервер весил 1,8 стал 2 чуть-чуть вырос я думал что он уменьшится клиент так клиент был килобайт стал 906 чуть-чуть уменьшился но я думаю если там пооптимизировать это все уменьшится с веб сокетами просто проще работать даже чем с HTTP протоколом давайте это дело запускать ну да прямо вот сразу и заработало я видимо эвейт написал в синхронной функции где-то сервер 79 сейчас так 79 вот тут да функция синхронная дописываем async так больше других эвейтов нет а тут нет эвейтов все нормально смотрите сервак запустился все подгрузил эти функции теперь коннектимся к нему с клиентом 5 а тут не все в порядке так посмотрим где client 10 строчка что у нас не так socket send надо смотреть какое-то сообщение там есть об ошибке что send он websocket still in connection state ну короче websocket еще не успели посоединиться ну вот сейчас они уже приконнекчены а мы уже хотели туда что-то посылать это нужно просто у нас в клиенте там вообще можно это сделать покрасивее но мы просто вот этот вот build API мы просто его немножечко сделаем сделаем через set timeout да сейчас подумаю подумаю как мы это лучше сделаем да наверное все это дело перенесем в set timeout да set нам тут для простоты мы сделаем костылем так let API давайте это дело перенесем плохим способом сделаем такой глобальный в этом файле variable вот так это некрасиво сразу предупреждаю нам нужно просто это сделать чтобы уже ну вообще нужно повеситься конечно у websocket на он connected там или что-то такое так я не помню как события называется я сейчас посмотрю мы потом перенесем все это дело так и после build сделаем вызов сценария да так я же не могу помнить API и websocket наизусть так вроде все давайте посмотрим теперь ого какое крупное все так поменьше а сервак не стартован да о сервак сервер говорит откуда он его взял давайте смотреть отсюда frames о смотрите тут наши методы уже ходили по websocket и каждый метод еще сервер возвращал интересно ну уже эта штука поработала даже немного type error генерирует в большом количестве метод из ноты function не может найти наши синхронные функции метод rect ну вроде бы как они называются нормально угу и аргументы красиво называются ну давайте стопнем этот сервак и будем сначала логировать что же с него приходит вместо вот этой гадости будем логировать object да вы знаете метод надо вытягивать так ну давайте метод так вот для красоты я не люблю деструктивное переименование а тут назовем fn просто fn так где у нас еще методы используют нигде больше не используется так метод name где-то я его еще использую да ага метод name а просто метод вот так нормально а ну тогда мы можем это дело оставить пожалуйста сервак запускаем оп что квадрат пришел все отрендерили связалось вот методы вызываются аргументы передаются смотрите смотрите что происходит в нетворке так 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 а запросов тут нету а где же они у нас сидят если мы нажмем вот сюда то у нас тут будет все запросы которые ходят через веб-сокеты вот отдельно залогированы и мы видим тут и свг ходят через веб-сокеты и объекты эти ходят через веб-сокеты все нормально работает и точно так же из консоли мы можем делать API точка move заметьте мы совершенно не поменяли наш прикладной код и как это все это дело ходит через ходит оно через веб-сокеты и нормально работает так что я думаю идея понятна по поводу того как писать бизнес-логику чтобы она не была привязана к фреймворкам не была привязана даже к протоколам и я думаю что вот ну этот маленький кусочек кода он вполне я его чуть-чуть оптимизирую запушу там когда у меня будет время может быть сегодня завтра немножечко его причешу и вы его сможете посмотреть в репозитории в how programming works slash API и и дома еще весь этот код попробовать если у вас возникли вопросы то вы их задавайте сейчас вот через пять минут как как лекция закончится если тут они не назреют то можете их задавать в telegram канале или же прямо под видео в ютубе можете задавать я стараюсь везде отвечать если у меня там нет времени там я отвечу через несколько дней не беспокойтесь ну все спасибо до свидания